Всем привет! Я записываю это видео прямо сегодня, 31 декабря, к сожалению, сидя дома на карантине. Немножко иначе я себе представляла празднование этого нового года, но, к сожалению, коронавирус внес в мои планы свои изменения. По традиции в этот день принято поздравлять своих близких и родных, друзей, коллег по работе и просто хороших знакомых, а также подводить итоги года. В преддверии праздников тысячи блогеров со всего мира начинают поздравлять вас, своих зрителей с Новым Годом. Мои пожелания будут лаконичны и просты. Во-первых, я хочу пожелать, чтобы каждый из вас не забывал заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Без этого сейчас никуда. А во-вторых, быть чуточку добрее к окружающим людям. Этот год был для меня очень непростым. Во-первых, я защитила диплом и, наконец-то, закончила университет, сделав тем самым первый шаг к полноценной взрослой жизни. Да, пока не все получается и не все то, что я планировала, сбылось. Но это лишь значит, что наступает время ставить новые цели перед собой. Для меня уже стала хорошей традицией писать себе письмо из прошлого в будущее, чтобы узнать, что сбылось, а что нет. И сегодня, 31 декабря, мне пришло письмо из декабря 2020 года. Одна мечта, которую я очень долго не могла осуществить, но, наконец-то, осуществила в этом году, это покупка квадрокоптера. Она сбылась. За этот год я наснимала очень много разных кадров, не только по Краснодарскому краю, но по Крыму и даже по Ленинградской области. Да, вот даже так. Часть из них вы уже видели, а часть... нет, она еще в копилочке, но я когда-нибудь обязательно возьмусь за публикацию, и вы сможете увидеть все красивые кадры. Другая цель, которую я ставила на этот год, это была реализация новых проектов на моем ютубе. Отчасти я ее смогла реализовать, но в будущем, 22-м году, я думаю, продолжу вас радовать и удивлять новыми форматами видео. Лето 21-го года началось для меня с защиты диплома в университете. А закончилась подготовка к переезду. Об этом я вам расскажу уже в новом году. В этом году я побывала во многих местах, в которых планировала побывать, но одно мое желание, оно самое сокровенное, и оно сбылось. Я мечтала увидеть весной цветущую Крымскую степь, и мы поехали с родителями на Керченский полуостров, и я увидела это. А вот, например, мечта побывать в горячих источниках в горах, она пока не осуществилась, но... Я думаю, я исполню ее в 22-м году. Напишите, какие ваши цели и желания вы смогли осуществить в уходящем 2021 году, и какое событие было для вас самым значимым. Мне понравилась фраза, которую я написала для себя в прошлом году, что нужно мечтать о великом и просто жить. Что тогда в этом есть. С новым 2022 годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok